Симфонический оркестр Маэстро отмечает на родной сцене. Музыканту исполнилось 70 лет, 50 из которых он посвятил творчеству. Еще одна знаковая дата – 30 лет Михаил Щербаков работает в Самарской филармонии. У меня сейчас внутренняя реакция в основном одинаковая к этим цифрам, что они для меня уже кажутся нереальными. Так не бывает. Однако приходится признавать это. Программу юбилейного вечера Маэстро построил по принципу «по волнам памяти». Со всеми произведениями связаны личные истории. Именно поэтому в начале концерта Михаил Щербаков взял в руки скрипку и исполнил с оркестром «Шторм» в Вивальде. Следом прозвучал финал четвертой симфонии Чайковского. Здесь Маэстро выступил уже в роли дирижера. Именно это произведение стало выпускным экзаменом в Уральской консерватории, которую Щербаков окончил уже по классу оперно-симфонического дирижирования. А вторым концертом Рахманинова для фортепиано с оркестром дирижировал в 91-м году на прослушивании в Самарскую филармонию. Мы очень долго на него ходим. Практически каждый концерт мы очень любим. Наслаждаемся каждый раз этой музыкой, потому что ей насытиться невозможно. С первых же шагов своей творческой деятельности в Самаре маэстро Щербаков зарекомендовал себя как инициатор множества смелых идей, рассказывают коллеги по творческому цеху. На счету музыканта 11 международных фестивалей, впервые прошедших в Самаре с участием молодых исполнителей США, Латинской Америки и России. Именно при Щербакове коллектив оркестра Самарской филармонии впервые стал выезжать на зарубежные гастроли, записал первые диски и вошел в когорту ведущих оркестров России. Михаил Ермоленко, События.